Всем любопытного времени суток! С вами Александр Галилов, и сегодня мы узнаем и увидим, как устроен и работает самый распространенный на улицах наших городов и на дорогах между ними источник ночного освещения – дуговая натриевая лампа высокого давления. Это изобретение относится примерно к середине-концу 30-х годов 20-го века. Исследователи в разных странах работали над технологией, подходящей для освещения активно расширяющейся сети автодорог и промышленных объектов. Тогда и появилась идея использовать газообразный натрий, а точнее – способность его атомов излучать в желтой части спектра при переходе возбужденного внешнего электрона на стабильный энергетический уровень. Это известный многим опыт с окрашиванием пламени атомами натрия. Сначала ученые экспериментировали с натрием, помещая его на электроды газоразрядных трубок, заполненных инертным газом под низким давлением, примерно в тысячу раз меньше атмосферного. Такие источники света обладали высокой эффективностью – до 200 люмен на ватт, но выдавали монохроматический свет, полностью лишавший окружающую обстановку каких-либо цветов и оттенков, кроме желто-оранжевого. Другой недостаток подобной лампы – особые требования к материалу колбы. Газообразный натрий очень активно взаимодействует с обычным стеклом, и лампа выходит из строя. Чтобы этого не происходило, пришлось использовать специальный сорт устойчивого боросиликатного стекла. Примерно в это же время исследователи изучали другой вариант натриевого источника света с газом высокого давления – порядка одной десятой доли атмосферного. За счет повышенного давления газовой смеси отдельные линии в излучении такой плазмы расширяются и формируют почти непрерывный спектр от желто-зеленой до красной части диапазона видимого света. Температура в дуговом разряде, формирующем эту плазму, превышает тысячу градусов. Для работы в этих условиях инженеры использовали особый материал – поликристаллический оксида алюминия. Тонкая матовая трубка из этого вещества содержит долю граммы натрия с артутью и инертный газ, например, ксенон. Трубка, называемая горелкой, размещается внутри вакуумной колбы из тугоплавкого стекла. Вакуум создает нужный температурный режим для эффективной работы горелки, нагревающейся до 1300 градусов Цельсия. Через ее матовой стенки свободно проходит свет от сияющей внутри плазмы. Если такую лампу просто подключить к электросети, она работать не будет, несмотря на то, что рабочее напряжение этой горелки всего 120 вольт. Для ее розжига необходимы импульсы высокого напряжения в несколько тысяч вольт. А для поддержания дуги – буферный дроссель или индуктивность, что то же самое. Вот в этом массивном корпусе объединены дроссель и импульсное зажигающее устройство, называемое ИЗУ. Все это вместе составляет пускорегулирующий аппарат. Также существуют решения с отдельным дросселем и ИЗУ, выполненными как самостоятельные блоки. Давайте соберем действующий стенд и посмотрим, как все работает. Обратите внимание, что соединительные провода, идущие к лампе, должны обладать очень хорошей изоляцией, выдерживающие импульсы зажигания, достигающие 5000 вольт. Этот большой пускорегулирующий аппарат имеет влагозащитное исполнение и предназначен для работы под открытым небом. Стенд собран. Но перед включением я очищаю лампу при помощи изопропилового спирта. Это предохранит ее от перегрева и разрушения. В противном случае жир, оставшийся от моих липких пальчиков, обуглится и образует черные непрозрачные пятна, в которых возникнут зоны перегрева и произойдет разрушение лампы. В момент включения мы видим вспышку высоковольтного пробоя и возникновение дуги в инертном газе ксеноне. Теперь температура горелки растет, и газовая смесь обогащается испаряющимся натрием. Яркое свечение горелки все больше напоминает солнце над горизонтом. На нее уже невозможно смотреть без защиты. И вот спустя несколько минут лампа вышла на рабочий режим. 250 ватт и световой поток в 26 тысяч люмен. Находиться рядом весьма некомфортно. Выключаю лампу. Видим, как остывает горелка. Некоторое время лампа остается очень горячей и трогать ее нельзя. Надеюсь, вам было интересно. Нажимайте палец вверх или вниз. Подписывайтесь на канал. Пока!